привет народ куда теперь это дело повесить шнурков у нее нет так авто шнурками на шнурок вешаешь удобно здесь вот сюда и не повешу будет очень-очень дискомфортно вообще давайте я надеюсь не мешает ну если что меня должно быть должно быть меня как-то слышно так 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 мистер ривны посылка прям запечатана вот так окна доня послух покупания ну то есть проверили что посылки на новой почте и собственно запечатали пломбу мы сорвали теперь собственно достаем что-то у нас слушайте тут два нюшечка два нюшечка у нас спальдерка ничего себе первый раз я такое вижу огромное от спальдерка в общем спальдерка сделать идеальную режущую кромку убрать царапинки если надо полирнуть сделать бритвенную заточку чуть я не понял тут вы повторяйтесь режущую кромку и бритвенную заточку ну ладно убрать сиректор набор гриллс бритвенную заточить давайте мы сейчас наверное посмотрим абсолютно новый ножичек бар гриллс ну по виду по крайней мере почему только на эту сторону что левшая должен быть ну что пользоваться этим уже а если я правша они вот сюда он все равно ну так ладно а то как бы я думаю ну чё себе зачем убирать сиректор вы же понимаете что если мы уберем сиректор то соответственно сведение ножа будет просто ну нереальным это же нож ну чисто выживальческий и для этих целей здесь и есть сиректор чтобы можно было стропы какие-то еще что-то еще что-то еще что-то резать вот именно сиритами частью клинка поэтому ну я не понимаю смотрите если мы уберем сиректор здесь вот сведение уже наверно миллиметр то есть чтобы вы понимали этот нож ну превратится вообще так давайте обнулим просто тащил только что и поналипал сюда стружки обнуляем что церковь и проверяем сведение 95 ну поняли миллиметр фактически 0,93 98 ну о чем это еще если мы уберем смотрите это вот здесь я промерял на краю вот этого подводика если мы вот здесь вот померяю сейчас то это будет но я вам скажу уже 1 и 2 то есть это будет вообще топор которому резать что-то будет нереально кстати знали что это свисток не можно дуть сейчас будем звонить в общем хозяину ножа и уточнять этот вопрос мы попытаемся его отговорить конечно так тут еще точилки идут всякие вот так это было так в общем здесь что мы видим здесь мы видим до режущая кромка заводская кривенькая прямо причем смотрите и вот криво исполнено спайдерка никогда не умели точить ножи особенно с такой сложной геометрии смотрите здесь у нас уже здесь у нас сильно шире здесь вообще широкий подвод и кончик он опять сужается с этой стороны что у нас так вот давайте попробуем посмотреть то же самое здесь по уже здесь вот самое широкое место и здесь опять идет на сужение можно такой клинок заточить как человек просит идеальную режущую кромку на точилке типа апекс эйч про ну вот если он идеально хочет но опять же это будет вот то же самое то есть вот примерно на такой точилке ну в таком же формате как-то вот точили этот нож почему потому что если я буду руками на ножнаке точить у меня подвод будет одинаковый то есть я нивелирую понимаете да ручками эту разницу если же человек точил на какой-то типа вот как это называется тормакс и какой-то да вот когда хватает каким-то зажимом его можно заточить но вот примерно так же точили на заводе спайдерка смотрите угол здесь один здесь угол другой здесь угол третий ширина подвода также вот в трех местах разная я не говорю уже каких-то знаете средних точках то есть взять вот точку здесь точку здесь и точку здесь все эти три позиции будут иметь разное значение то же самое с другой стороны ну здесь более-менее кстати то есть меньше пляшет угол но тем не менее здесь угол и ширина подвода будут всегда разным почему давайте попытаюсь объяснить вот есть у нас зажим допустим типа вот на тормаках или тормаксах как как там не называется не знаю вот есть у нас постоянно какая-то величина давайте вот точка опоры скажем тогда вот вот здесь вот она находится сверху видно вам наверно вот здесь находится точка опоры нашего я не знаю там прихвата прижима как они там называют и вот у нас есть допустим абразив на котором собственно мы точим да давайте вот так вот он будет здесь стоять давайте положим его для пущей демонстрации чтобы не двигался вот мы начинаем точить смотрите краешком цепляем дальше смотрите оп уже не хватает уже не хватает уже не хватает уже не хватает смотрите сколько не хватает то есть насколько режущая кромка отдаляется понимаете да вот точно так же если мы здесь будем тащить у нас постоянно но контакта не будет сохраняться то есть у нас должно быть пятно контакта в одном и том же месте тогда будет постоянная величина если у нас пятно контакта то чем ну вот там наверно видно да начинаем и тащить здесь да смотрите вот здесь замечаем точечку там и потом точно 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 уходим сюда почему потому что вот эта величина у нас диктует свои условия мы привязаны к ней если мы не привязаны мы точим на руках как бы мы видим где нужно изменить чуть-чуть вот этот самый угол и чуть-чуть поддать наклон все тогда будет угол идеально и подводы будут одинаковыми с двух сторон если же вот привязываться какой-то постоянной величине если клин ровный более-менее то да там угол этот будет почти одинаковый то есть вот даже если этот нож точить да то тут угол будет почти одинаковым потому что его можно вот вот таким образом отрегулировать чтобы при равном удалении он вышел кончиком поняли да на ту же точку то есть можно вот так поставить можно вот так поставить можно вот так поставить и выбрать ту позицию в которой будет это соотношение идеальным то есть минимальный сдвиг здесь же не получится в общем давайте будем звонить человеку и уточнять все эти нюансы потому что потому что потому что день добрый юра руслан южноукранец смотрите посылочку вашу открыл прочитал записку и немножко есть у меня несколько вопросов а вы хотите убрать сериэтер на гербере хочу убрать сериэтер что ему уже вот сериэтер не сталковая штука короче мы этот ножик подарили вот и сериэтером я практически не пользуюсь хочу я убрал сам клиночек просто если можно стесать а ему будет трошки тоньше но чтобы он был нормальным клинком давица я это можно заработать а я вас предупреждаю что это будет ну безобразие мы изуродуем клинок во первых во вторых он будет ну с очень толстым сведением он будет ну он не будет резать он будет колум да 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 то есть его просто ну привести в порядок но это это нож специально сделан для таких целей то есть где то паракорд разрезать срочно ну типа типа выживать то есть его лучше заточить правильно заточить и все он будет резать ну пользоваться им можно в принципе колбаску на природе порезать можно и той частью которая плейновая а из а где вы его заказали их нет в титане нигде для меня это новость нет в титане в украине у меня очередь стоит 15 хотят заказать в титане фух спасибо я все я вас услышал они в титане то там у меня чуть-чуть получается может в первых партиях было чуть-чуть клинок ревно стоит ножик обалденный а то же может вам вышли чуть-чуть заточка чуть-чуть скошена вот как заточили с одной стороны взяли больше а там видно что почти на миллиметр меньше взяли а так чуть неровно заточили это тоже все выравнивается да это все дело можно ну да 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 пришлете посмотрим что там мне самому интересно ну да а я не знал что в титане есть это для меня даже новость ну как бы уже месяц на фонарик там не фонарик это фонарик .com хорошо хорошо спасибо и смотрите дальше вопрос у меня к вам еще по спайдерка вы говорите идеальную режущую кромку что вы имеете в виду там трошечки бачите ее загустрили вона получается даже если резать по многому я в середине подполировать и мается на увазе сделать ее ревненько гарненько я понял то есть перетащить нож да перетащить и сделать чтобы она была аккуратненько полировать его в принципе не нужно ну чуть-чуть можно так осужить смотрите а точить как вы хотите ну ну зеркало там написано здесь по моему было или нет ну да ну можете переточить чтобы просто было только выточить чтобы хорошо хорошо резать не вот я же и говорю что если мы будем его точить на допустим точилке типа апекса то здесь опять же будет криво очень подвод то есть он будет в одном месте сильно шире в другом месте сильно уже потому что у нас нож ну как бы точилка подразумевает постоянную величину угла Руслан я вам доверяю все все просто да просто в записке просто в записке я прочитал одну а наяву вижу что он как бы я вас услышал спасибо за наводку про титановые ножи сейчас жене позвоню и скажу хорошо все Руслан да добро спасибо до свидания до свидания слушайте ну прям я в шоке сейчас я супруге позвоню и скажу потому что у нее в магазине человек 15 хотели заказать очередь а на складе нет сейчас сейчас будем фонарик значит банкротить на ножи в общем народ поехали точим точим переточим сейчас будем делать еще раз давайте посмотрим на этот ножичек серейтер здесь видите в нормальном почти состоянии нужно вот видите поправить четыре зуба тут или пять поправить зубики с этой стороны подвести его и поправить плейновую часть клинка переточить это раз ну и второе тоже видите спайдерка чуть-чуть конечно косякнули но для таких ножей это как бы не совсем критично и тут мы его просто сейчас легонечко полирнем чуть-чуть и переточим давайте начнем с того что мы полирнем вот этот ножичек полирнем его сразу чуть-чуть ему добавим блеска серая паста ему добавим сейчас блеск в общем поехали раз и поправим ну и сразу сделаем красивый серейтер и поправим его и поправим его вот так вот теперь выглядит ножичек сейчас мы его еще кружочки без пасты ну то есть просто уберем остатки пасты шоку чтобы он себя хорошо чувствовал серейтер тут уже в таком состоянии что страшно пальцем опираться ну и вот клиночек выглядит вот так серейтер я думаю что уже будет порезать будет нурить видите да с серейтером уже нет проблем ну а клиночек мы сейчас клиночек мы сейчас еще доработаем чуть-чуть так поехали здесь нам не нужен кружок мы его снимаем это нам не нужно это нам не нужно нам нужен нам нужен алмазный карандаш вот такая вот стучилочка переворачиваем и вот эта часть нам сейчас будет необходимо так 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 раз два проходим с этой стороны все все теперь проходим с этой стороны все что вы скажете может быть использовано против вас поэтому не говорите что думаете и думаете привет 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 что что как дома косточки косточки не знаю по моему нема может и одна да ну давай я сейчас просим по моему одна здесь была потому что там сейчас пытаю давай алё не косточек нема если хочешь я тебе могу посмотреть там что-то у меня есть просто ну такое что-то типа косточка она не заводская но я тебе ее подарю покупать не надо ну через сколько ты будешь ну добро давай 10 минут не дай я сейчас закончу видео и подъедешь посигналишь в общем народ здесь помните да зубы у нас были такие нехорошие мы их сейчас выровняем делается это вот элементарно не знаю видно там давайте вот так вот я камеру поставлю чтобы вам было видно как я это делаю потому что иногда русик ты что-то там скрываешь никогда народ в голову даже мне такого не приходило чтоб что-то там от вас скрывать и что-то не показывать пожалуйста все просто что ну как бы камера у меня обычно стоит вот так вот ну чтоб чтобы вот это вот не было видно понимаете да вот так давайте поставлю ну вот край стола у меня просто не очень презентабельно выглядит видите да тут покоцанно есть поэтому я его обычно вот так вот прячу чтобы ну вот вот это что я сейчас показываю не было видно крайне очень красиво поэтому вот именно так у меня камера и стоит собственно вот есть есть все теперь что мы делаем теперь нам нужно знаете что делать правильно сериатор подправить так чтобы он ну давайте я вам продемонстрирую наглядно что мы сейчас будем делать смотрите вот с этой стороны все 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 сериатор сейчас покажу продемонстрирую просто что уже сразу мы давайте заточим давайте еще раз покажу здесь вот так вот выглядит это все сейчас мы его приведем в надлежащий вид и состояние подводим с этой стороны собственно теперь выглядит вот так вот подвод и вот так вот с этой стороны заусенку мы сейчас собьем и продемонстрируем результат здесь вы видели да как это все выглядит вот так вот выглядит подводик поэтому сейчас мы его просто попадем в него же и выровняем его так смотрите показываю что я сделал я взял вот здесь за основу вот этот угол и вывел его вот сюда и в этом месте тоже но в этом месте у нас старый подвод был чуть-чуть шире то есть понимаете чтобы мне убрать этот старый подвод мне реально тут нужно ну миллиметр металла убирать я этого не хочу делать потому как это ну все жизнь ножа поэтому видите здесь у нас виден кусочек заполированного старого подвода это не критично это ни на что не влияет ну кроме как визуально я это вижу то есть если вот ну как бы я дам вам сейчас этот нож вы увидите только видите новый подвод старый подвод фактически не увидите потому что мы его заполировали понимаете понимаете хитрый ход какой то пробили поэтому сейчас мы привели нож в надлежащее состояние сталька кстати здесь ничего что за сталь спайдерка H1 видно да сталька не чёток сталька сопротивлялась достаточно неплохо то есть если данный нож использовать как охотничий там типа знаете шкуру с животного снять есть люди которые используют ножи для этого поэтому в принципе вот если так то да то неплохо вот так и теперь раз серейта поправляем и здесь плайновую часть тоже поправляем раз и раз всё на вот всё чётенько теперь берём досточку и делаем красоту теперь вот уголочек я выставляю видите да и на уголочке каждый зуб прохожу в серейтерной части пленка и всё будет всё будет всё будет и раз всё вот теперь уже можно вот теперь уже можно показать как работает здесь серейтер помните да он не резал вообще теперь вот это серейтер видите да это серейтер а это плайновая часть клинка вот так давайте абсолютно без проблем ножичек теперь будет резать и плайновой частью и серейтер а выглядит это вот так теперь никаких скошенных зубов здесь нет здесь от бумаги может что-то остаться понимаете да вот так вот теперь всё так далее это нам нужно это нам не нужно раз два три или я его уже правил да? не я его по-моему только на мусате поправил короче вадим позвонил что сейчас заедет я выглядываю чтобы он не стоял ага вот машина подъехала чтобы человек не мерз на улице потому что у нас ночью было минус три а сейчас плюс девять сейчас сейчас выхожу в общем подписчик с Вознесенска Вадюха может смотреть привет тебя едет человек в командировку видите да? вот так вот в принципе народ я считаю что этого более чем достаточно давайте еще раз покажу быстренько что мы что мы имеем вот такой вот одинаковый ровный подвод от начала до конца ровный подвод от начала до конца серейтер ну серейтер я показывал да что здесь уже уже режет бред и все остальное вот так вот понимаете да? ну и пленовая часть тоже в принципе не будем мучить данный нож вот так вот вот так вот на сегодня все давайте пока пока увидимся у нас тоже вайс да? а в европе он тоже тоже вайс да? а там много вообще смотрю ну он же показывает пользователей что едет по машинке там их навал то есть для грузовых сделала типа лорд ротс но она и для грузовых и для легковых она по типу вайса сделала да один в один он похожий даже интерфейс я не знал что он вообще так есть я скажу что я меня Андрюха скинул Андрюха привет из Белой церкви каже русик вейс вот на тобі точку киев мне точку я заеду до тебя и он мне вейс у меня вейса нет ну это же та же самая точка как в гугл карте ну да седаю на блок-карте а это за машину ехал чувак тоже вейс там полиция с радаром я думаю точно стоять за пушчиками аварии дальше там авария едем точно авария стоит там в одну полосу загоняют ну прикольно думаю в Германию что-то ехал пролупил знак стоять по-немецки ну что-то догадался что вроде бы куда-то объезд но не всегда так сказать что можно ехать упираюсь в этот закрыта дорога банк закрыт эти объезды открываю я тут мне все показывает что закрыто все частенько включаю либо вайс либо я ни разу не пользуюсь сейчас скачал лежит я так не ездил на дальнях что прям я не знал дороги но обычные навигаторы не показывают что закрыто закрыто ну цей он интерактивный что сразу ставят люди точки что дорога погана что яма ДТП потому что мы из Киева ехали бас двое машин и в одну полосу начинают все встраиваться он сразу же показывает что ДТП впереди по ограниченному трафику красным горит ну прикольная тема бесплатная реклама вайзу да так что такие пироги так что поганяю пользуйтесь дочка давай пошли проводим Ремка не балуйся и расчет кору накрыть на директор